Рассказывать про умные часы, это как рассказывать про наушники. Все выглядит как вкусовщина и притянутая за уши. Тем более, когда часы стоят 22 990 рублей. Для себя я принял такое решение, что если за две недели использования часы мне понравятся настолько, что заставят меня ленивца поднять свои... ну вы поняли, то расскажу про них поподробнее. Ну и раз вы смотрите это видео, видимо понравились. Часы, которые не для каждого, но наверное для тебя, мой дорогой друг. Поехали! Как тестировать часы, чтобы получить от них максимальный фидбэк? Тем более, часы с таким брутальным внешним видом и спортивным, как по мне, дизайном. Хотя это заявление спорное. Они выглядят и конкурируют с такими же по многим показателям от Samsung. Это я про Gear S3. А они типа классика с модерновым дизайном. Ну так вот, решено было использовать в моих нечастых командировках и на променаде, а-ля спортивная прогулка. Ведь именно в командировках надо экономить заряд смартфона, получая максимальную информацию вовремя. Вот тут-то и пригодились Watch 2. Начну с внешнего вида. Это металл и совсем немного пластика. Есть круглый дисплей 1,2 дюйма AMOLED 326 ppi, 390 на 390 точек. Он очень сочный и контрастный. Из датчиков гироскоп, акселерометр, гравитация, пульсометр, компас. Встроенной памяти 4 гигабайта, азову 768 мегабайт. Габариты 48,9х45, толщина 12,6 мм, вес 40 грамм. Двойной микрофон, защита от пыли и влаги по стандарту IP68. Есть две кнопки управления помимо сенсорного экрана. Верхняя кнопка запуск меню приложения, нижняя запуск фитнес-спортивной составляющей часов. На задней крышке гаджета расположена контактная группа для зарядки и сенсор сердечного ритма. Все очень просто и интуитивно понятно. Есть версия часов с 4G-модулем и возможностью полностью автономно использовать гаджет. Ремешки сменные, со стандартным размером крепления. В моем случае это пластиковая резина, если можно так выразиться. Ничего не натирало и нет аллергии. Безель условный, но кстати керамический и носит только эстетический характер. Не крутится? Жаль. Батарея 420 мАч, до двух дней работы в режиме Bluetooth. И есть Wi-Fi антенна. С внешним видом, наверное, высказался. Все устроило и понравилось. Но сразу замечу, что по габаритам это явно не для девушек и женщин. Если только они не туристы или фитнес-инструктора. Ну вы поняли о чем я. Huawei Watch 2 Classic, наверное, будет актуальнее. Перейду к функционалу. И да, он тут никак не сравнится с китайцами подешевле. Много функций. Водонепроницаемость, отслеживание активности в течение всего дня. Спортивная составляющая в виде всех возможных тренировок и силовых нагрузок. Причем на очень профессиональном уровне. Конечно же, круглосуточное измерение пульса с интересной статистикой. Полная синхронизация с вашим смартфоном на любой популярной операционке. Получение уведомления со всех ваших приложений. Удобное управление музыкой. Управление звонками. Установка приложений на сами часы со всеми вытекающими последствиями. Встроенный NFC с возможностью оплаты покупок часами. Встроенный GPS, Google Ассистент и многое другое. В общем, очень большой функционал с качественным исполнением. Кстати, часы работают на операционке Android Wear 2.0. Есть иногда еле заметные подтормаживания. Но это и не игровой смартфон. Вы этого или не заметите, или вам просто будет пофиг. Ну а теперь использование в поле, как говорится. Носил часы, как и ранее говорил, в поездках. То есть не снимал с руки более суток. Даже ночью. Странно видеть на руке часы такого размера во время сна. Точнее, до того, как уснешь. Они реагируют на движение руки и подсвечивают дисплей. Яркость, кстати, можно и настроить. В полной темноте это выглядит, как приземление маленького такого космического корабля. В вашей спальне, ну или где вы там спите. Ну вы поняли смысл. Самое главное, вы не пропустите ничего из уведомлений на ваш смартфон. Не доставая, собственно, его из кармана. И это очень удобно. Я не думал, что настолько. Вот, например, я шагаю с дома до вокзала. Для поездки в другой город. На улице дождь, смартфон в кармане куртки или рюкзака. На руке Watch 2, в ушах наушники, мне даже не приходилось доставать смартфон для переключения треков и изменения громкости. Помимо этого, музыка может быть и автономной прямо с часов. Кажется мелочь, но удобно. И выходя из дома, я включил в тренировках режим ходьбы и получал полную статистику прямо сейчас о пройденном расстоянии, пульсе и нагрузке. Многим спортсменам, и не только, это будет очень сподручно. Теперь я знаю, что от дома до вокзала 2,8 км, а пульс у меня во время ходьбы 109 ударов в минуту. Если делать это постоянно и собирать в некую статистику, то вы сразу увидите, если с вашим организмом что-то станет не так. Вариант номер 2. Например, захожу, прикупить себе водички попить и говорю, тоже ничего не достаю из кармана и расплачиваю с часами. Опять удобно. Вариант номер 3. Рабочий день в самом разгаре, у вас куча дел и нет времени ни на что. Вы даже не знаете, где ваш смартфон сейчас находится. Даже при таком сценарии с часами Watch 2 вы не пропустите важный звонок или важное уведомление. У кого такого было, ставьте лайк. А, например, функция установки приложения на сами часы, вы признайте сами себе, сколько раз в неделю или в сутки вы смотрите на ваш смартфон, только чтобы узнать время или посмотреть погоду или что-то посчитать на калькуляторе. Или спросить что-то у Google Assistant. Согласитесь, все это удобнее с часами на вашем запястье. Я тоже не думал об этом, пока не использовал эти часы. Вариант номер 4. Вы в незнакомом или знакомом месте, например, за рулем или на велосипеде. Как проложить маршрут, не заморачиваясь со смартфоном? Никак. И даже тут вам в помощь будут Watch 2 с возможностью скачать карты прямо на них. Для обычных пользователей это, безусловно, не гаджет первой необходимости, а классный, стильный и незаменимый аксессуар-помощник. В общем и целом, всем активным людям, которые имеют уже все себе из гаджетов и ищут умные красивые часы, то это очень крутой вариант. Батарейки хватало на чуть более суток и оставалось еще процент 20-25. А уведомлений мне сыпались очень много, плюс использовал GPS. Я специально пошел снимать про эти часы поздним дождливым осенним вечером. Субтитры сделал DimaTorzok Чтобы показать вам, во-первых, уточек, во-вторых, сами часы на природе. Чтобы донести до вас нужность и необходимость этих часов, может быть конкретно вам. Потому что ведь вы сами порой не знаете, активны ли вы ведете образ жизни. Нужно ли вам задумываться над спортивной составляющей вашего пути по этой самой жизни. Ну и наконец, может быть конкретно вам нужен такой аксессуар-помощник, который в действительности стоит дорого, но создан для удовлетворения ваших нужд. Именно тогда, когда у вас уже есть все. Или, например, вы ищете, каким подарком удивить вашего близкого или любимого вам человека. Ну а удивить меня своей активностью в виде комментария или оценки этого видео вы можете прямо сейчас. Это легко сделать, так же, как и подписаться на канал и нажать на колокольчик. Спасибо за просмотр до этого момента. И как всегда, напишите в комментариях свой чек-аут в виде слов про то, что вы супергерой. Мои соцсети к вашим услугам. И теперь еще есть и телеграм-канал, на который, конечно же, никто и не подпишется. Как всегда, в описании под видео. Где купить такие часы, я рассказал там же. Совсем скоро увидимся. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok